Так, давай. Предбаррик вывездаю, 4К годы на игре с жопой зарядной системы, что сенсы за ней 0, их на 8К в мере будет выбрать так и на 2К. Я вот гадал, если бы была такая система и в танках, было бы лучше, чем нет. Взагал, я гадаю, что нет. И рандом, что выгода в ВГ, взагал, самая найкращая, что есть. Я гадаю, что цикаго выслуга зарядовывает, то есть это багато, чем в танках. Ну это совсем разные, разные подборы, разные системы, их сравнивать нельзя, там условно на фейсити, там, да, как играют человек 3-4К и наш рандом. Ну тут просто разные концепции. У нас в игре играют абсолютно все со всеми, да, абсолютно все со всеми. Вот, а это, сейчас я договорю и перезапущу донаты. Да, в нашей игре все играют со всеми. А если делать режим скиловики против скиловиков, после стольких лет, да, столько лет люди играли вот так, как играли, люди просто прекратят и заходить в игру. Потому что у них начнет гореть жопа, игроки будут играть все, грубо говоря, равного скилла, рандом превратиться в ужас полнейший, и это будет просто уже неиграбельно, несмотребельно. Поэтому эта система, наверное, ну она идеально подходит. Вот, и если бы у нас была бы система, как в КСе и в Доте изначально, то очевидно бы и киберспорт был бы. А учитывая, что у нас в игре киберспорт это отдельный формат, поэтому этот киберспорт никто и не смотрит. Это то же самое, как играли бы все футбол 11 на 11, а потом бы создавались турниры в футболе 5 на 5. Или создавались бы турниры в футболе 7 на 7. А все играют в футбол 11 на 11, понимаешь? Везде. Или бы играли там в Доте все, там, опять же, 10 на 10, а потом бы создавался турник 5 на 5. То есть у нас разница идет по форматам, и поэтому киберспорт и не успешен. Потому что все играют в одно, а смотреть предлагают другое. Вот. Такие вот дела. Продолжение следует...